так друзья всем привет из солнечной долины калифорнии сегодня хочу сделать такое видео как можно сказать итоговое да подведем итоги чем же закончилась наша история с собакой значит кому интересно посмотрите недавно снимала видео что у нас возникли проблемы с собакой по поводу того что она стала как-то не 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 непонятно почему вдруг ходить в туалет и не не на то место на которое нужно да то есть она у нас ходит как бы и на улицу и еще она ходит на пеленочки такие пипет у нее есть я все уже рассказывал общем кому интересно посмотрите вот значит во первых хочу сказать спасибо всем огромное ребята спасибо спасибо действительно большое очень много комментариев было много очень людей написали что могут возникнуть ну что такие как бы при как это признаки до того что могут быть проблемы с почками я все читаю я ко всему прислушиваюсь спасибо вам большое разные версии конечно выдвигались вот значит что хочу сказать о вот кстати отвлекусь немножко у нас смотрите видите ну новшество на нашем backyard появилась вот такая вот качеля классно такая удобная я вообще такая довольная вот ну неважно отлеглась значит сразу хочу немножко дам такое предисловие как бы дополнение значит много было вариантов того что надо собаку как бы стерилизовать ну или там да сводить у нас собака стерилизованная я это сделаю еще будучи в одессе то есть ей годик да наверное был вот перед тем как мы уже не собирались переезжать я вас мужем ну мы так и я у него спросила игры слушай ну вот как как ты считаешь где лучше сделать здесь или у нас или уже по приезду он горит нет конечно лучше делая у себя потому что я даже не представляю сколько это стоит в америке я судя по всем ценам но я сейчас вам все расскажу да судя по всем ценам вообще которые связаны с медициной причем неважно с какой медициной с медициной для людей или с медициной для животных это в принципе наверное все равно потому что цены просто у меня слов нет вот вот она моя красавица да бусинка бонечка я иногда называю бусинка так вот значит собака у нас стерилизована собаке четыре года будет вот в августе уже что еще какие были версии вот по поводу стерилиза ну то что до стерилизовать и по поводу питания значит да были версии по поводу питания по поводу питания она не ест у нас сухой корм то есть мы ее когда-то кормили сухим кормом потом у нас был такой accident один раз я это была моя вина я оставила на столике на журнальном вазочке орехи македамия и она у меня каким-то образом я не знаю тоже первый первый и последний раз в жизни это случилось но этого и было достаточно она добралась до этого стола ну с дивана просто господи перешагнула и короче она сожрала все эти орехи македамия а эти орехи они вообще смертельны для собак причем как-то странно написано что что даже худший эффект они более опасны для больших собак странно да вот ну в общем конечно у нее да у нее были проблемы с желудком мы тоже ездили в больницу ей промыли желудок слава богу что она все это сама естественным путем да у нее все это вышло через все отверстия у нее все это вышло слава богу вот два денечка она конечно так поболела там все и сделали в больнице и с тех пор мы ее это было наверное года да уже года два назад наверно было не с тех пор мы ее пересадили на корм я вам потом покажу этот корм то есть это royal канин это в банках это мягкий корм ну то есть как паштет да обыкновенный такой вот корм именно для желудочной вот если у каких-то у кого-то там собачек какие-то проблемы с с желудком то есть нам-то посоветовали его вроде как ну какое-то время там после того как ей вот промыли там желудок да вот такое вот все там подавала я и лекарства вот и нам посоветовали врач выписала этот корм в качестве как бы лечебного корма там на нем недолго да там но она говорит или варите сами там ей такое все протертое да или вот этот корм и выписала на нам его там на неделе две по моему я уже не помню честно говоря вот но мы так решили что коль она себя прекрасно от этого чувствует бог с ним и просто теперь заказываем этот корм он нам автоматически приходит в общем-то и все я вам покажу потом этот корм очень очень хороший советую всем у кого есть вот возможность да у кого там проблемы у собак живут с желудком все великолепно вот так вот ведь вернемся к нашей проблеме значит про корм сказала да про стерилизацию сказала с этим то есть эти эти вопросы сразу отпали сами собой что касается почек да я на я как бы начиталась все тоже на все это там перерыла кучу очередной раз информации и конечно да у меня возник возникло такое подозрение даже страх какой-то у меня возник думаю ну мало ли что ну в общем на всякий случай конечно мы поехали в больницу теперь сейчас я вам расскажу как вот кто живет в америке да как не нужно поддаваться на то что вам сразу врачи рекомендует потому что тут такая система я это уже заметила я уже это на своем опыте как говорится все это прошла и не первый раз вот за три года да мы там как я уже сказала и с собакой обращались в госпиталь и сами как бы там ну пару раз там мы ездили причем не по каким-то там именно причинам а и как бы проверяться один раз там у меня были какие-то и какие проблемы неважно в общем это опять отступление извините так вот значит поехали решили мы поехать в госпитале мы в этом госпитале как говорится обслуживаемся если так можно сказать то есть я уже про него рассказывала там у них и гостиница то есть это такая очень крупная сеть по всей америке знаменитой довольно таки поэтому в общем мы туда как бы уже ходим у них там даже есть гостиница для животных и мы там даже когда вот два года назад мы уезжали отдыхать на бальбо мы оставляли там буни как бы вот в этой гостинице для животных вот то есть там очень классно все вообще сам госпиталь чистота красота ну вообще великолепно ну и естественно как за чистоту и за красоту за все за это естественно приходится платить ой я сейчас бонечка иди сюда иди сюда я не хочу чтобы она там лазила потом тоже расскажу почему бони иди сюда иди сюда чем приехали мы в этот госпиталь как обычно высидели в очереди тоже это отдельная тема в американской медицине непонятно почему это происходит даже если ты записываешься причем мы позвонили я сначала позвонила да там спросила ну как бы если мы сейчас приедем как вообще народу много немного то есть как обычно да люди ну приедьте как у нас это бы произошло он как бы я например да как себе это я представляю да у нас большая очередь приедет там через час или прийти через два ну вадеба да то есть но все равно что и скажите хоть как-то нет я позвонила она говорит да приезжайте все у нас все ничего нет все людей нет приезжайте мы приехали и мы сидели 40 минут просто сидели да были люди перед нами да там что-то ну два там три человека по моему ну прям просто 40 минут мы сидели вот это для меня никак не понятно и почему они так это делаются связи с чем это связано я не понимаю окей дождались мы доктора я вставлю потом кусочек там маленький кусочек я сняла как ну как как бы такой приемный кабинетик да как мы там значит все происходит как обычно так же как и для людей то есть собаку взвешивают потом мерят ей температуру ну и такой как бы первичный осмотр да там записывают ее данные что она ест сколько ей лет и симптомы бла 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 то есть это делает как санитарка да там по-русски там помощник врача вот короче говоря у нас мальчик это было он все это записал все сделал мы начали ждать доктор еще 20 минут мы ждали доктора пришла доктор ну опять то же самое расскажите что на что вы жалуетесь в чем проблема в общем все это мы рассказали в очередной раз она ее как был там пропульпировала да ну так пощупала посмотрела там то все пятое десятое и в общем-то говорит да ну вы знаете наверное да это может быть несколько вариантов то есть это может быть как бы начальная стадия диабета это может быть кишечная инфекция желудочная это может быть и вирус ну вирус какой-нибудь и это может быть да вот какая-нибудь там почечная там kidney disease да что не что-нибудь связано с почками в общем для этого я бы вам советовала сделать общий анализ крови мы когда туда ехали это было первое то что я себе подумала то есть я думаю нужно сделать общий анализ крови и уже в зависимости от этого как бы принимать какое-то решение да то есть уже станет ясно что вообще происходит собакой я грудь а да 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 это как раз то что я думала наградки все хорошо будем делать общий анализ крови да то есть это вот мое рекомендация моя я говорю да когда я говорила да я аж не понимала куда это все уклониться в общем она говорит хорошо я сейчас выписываю как бы да направление там все уходит приходит опять этот мальчик и приносит документы документы чтобы я подписала на именно вот на то что да какие будут проводиться процедуры то есть вот этот общий анализ крови я когда увидела цену не честно говоря стало немножко не по себе значит общий анализ крови крови ну опять же я оговорюсь да то есть это была распечатка с осмотр да то есть вот то что доктор пришел собаку осмотрел это тоже стоит денег за каждый шаг там несколько пунктов но по большому счету в общем то вот этот анализ один на на что-то другой на на что-то то есть да ну вот как бы не 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 несколько анализов кстати да еще оговорюсь то есть там был еще и анализ мочи то есть анализ крови общий анализ мочи осмотр врача без каких-либо медикаментов потому что ну естественно как бы до того как не сделаешь ну не сделали они анализа естественно никаких медикаментов не включала до в стоимость в чек в общем значит получается что вот три вот этих пункта цена у нас была 750 долларов я так знаете сейчас могут некоторые скатю какие могут быть деньги если это зависит жизнь животного значит ну отвечу сразу во первых животное у нас не умирала она себя нормально совершенно чувствовала ничего с ней не происходило кроме того как вот как я уже рассказала в том предыдущем видео что она писала да не на те места и как бы осознавая это там там пряталась там ну такое да вот ну как бы не не стоял вопрос о том что животное вот на грани жизни и смерти это во-первых да во вторых я конечно не знаю как там других как как бы как ну все естественно по-разному воспринимают это у нас семейный бюджет это семейный бюджет это не то что вот муж зарабатывает а я как бы сижу и я я не работаю на данный момент я как бы все знают да кто нас смотрит там я не буду сейчас это совершенно другая область ну как говорится я не работаю поэтому извините принимать такие а поехали мы с соней вдвоем то есть фрид с нами не ездил принимать такие решения такой вот крупная я считаю сумме я не могу самостоятельно я просто не имею права я бы никогда этого не сделала то есть ну я считаю что это неправильно да то есть семейный бюджет это семейный бюджет то есть все что как бы какие-то такие вот большие траты я считаю они должны обсуждаться тем более коль это даже не ну не не моя да там какая-то там не мой вклад в этот семейный бюджет коли я не работаю на данный момент поэтому я конечно позвонила мужу я вот ну как бы он принес этот парень да принес этот документ ну типа на подпись я говорю ой подождите говорю я сейчас мужу позвоню я позвонила фрицу и ну так и так рассказала но он так в меру своей воспитанности конечно же он говорит ну я не знаю ну а что ну да одну как бы дорого конечно ну я не знаю как бы понятно я же еще раз оговорюсь если бы собака там там при смерти была никто бы конечно эту тему наверное не обсуждал ну не наверное так и было никто бы не эту тему не обсуждал и ничего бы как бы так не не задумывалось но но коль тут такая ситуация в общем окей он говорит ну я не знаю в общем типа принимай решение сама ну это же легче всего да сказать принимай решение сама окей я говорю хорошо я сейчас что-то придумаю я этому мальчику говорю говорю а могу я еще раз поговорить с врачом он грида конечно он значит вызывает врача приходит это врать женщина очень милая кстати очень такая приятно тоже вот опять же да человеческий фактор пришла она я говорю вы знаете вы меня конечно извините говорю но такая сумма я я не стала там много да там вдаваться я только когда сказала заикнулась по поводу что вот такая сумма она сразу такая да 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 я понимаю да вы правы да конечно конечно да я понимаю я говорю что мы можем еще сделать какие есть еще варианты на этой варианты в общем то не брать вот такой развернутый ты анали сни делать такие развернут и анализы да а есть вариант просто например взять сделать анализ именно если вы как говорите да ну то что я тоже по вашим симптомам делаю вывод что идет подозрение на проблему с почками то есть вариант такой что взять просто анализ мочи а если это то есть делать как бы даст степ-бай-степ да как американцы говорят шаг за шагом то есть сначала эту проблему посмотреть если не эта проблема значит то есть эта проблема отбрасывается да если все нормально решать другу следующую проблему я говорю да вы знаете давайте наверное будем как-то делать так потому что она по-другому ну 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 очень сразу знаете так вот отвалить там почти тысячу долларов ну короче вот она говорит окей давайте значит тогда сделаем что возьмем просто анализ мочи я говорю хорошо это то есть приносят они уже другой счет и получается что это выходит 350 долларов я говорю хорошо то есть ну хотя бы не 700 она берет она гордо хорошо все то есть я подписываю документы значит все она берет собаку говорит все значит мы пошли тогда брать анализ мочи мы не можем тоже никак взять у нас такая пауза в общем она подождала пока уйдет санитар этот мальчик и мне уже говорит наград вы знаете я вам посоветую ну и так улыбается знаете загадочно так типа только никому не говорите так она ну ну я поняла в общем как по ее тону и по ее фразам да определенным что наград я вы знаете город в общем то проблемы не небольшая проблема проблемы особой такой нет у вас же собака мне ну как вот она и сказала она же шизнангана дай да она не собирается умирать я говорю но нет в общем все нормально наград это так как я делаю со своими животными она горит у меня три собаки это так как я делаю со своими животными я просто им даю антибиотик широкого спектра и я так опа, я говорю ага и она говорит, ну в общем-то это решит все проблемы то есть если это желудочная проблема это убьет всю инфекцию в желудке, если это почечная проблема, это в общем-то тоже поможет с этим справиться и в общем-то пропить антибиотик собаке 5 дней ничего страшного в этом нет если симптомы не улучшатся то тогда уже принимать какие-то другие меры и находить уже другие способы лечения тогда уже действительно нужно делать анализы глубокие, да, там уже исследования и все остальное но в принципе, говорит, за всю мою практику как правило это срабатывает и все становится на свои места говорит, как вы считаете вот ваше типа мнение, вы согласны? я говорю, да я в общем-то была сразу с этим согласна конечно, если рассудить с точки зрения вот нашей, да, страны то есть мы ну, как пока вот у нас Бонни появилась мы обслуживались мы обслуживались в клинике я не помню, к сожалению как она называлась то ли Айболит, то ли я не помню на Таирово эта клиника находится шикарная клиника то есть мы там Бонни и прививки делали и стерилизацию мы там тоже делали но что вам сказать, если я за стерилизацию заплатила всего 100 долларов ну да, это было вот 3 года назад но это, я не представляю сколько бы эта операция стоила в Америке если бы, я же как и говорю если просто взять 2 анализа кровь и мочу стоит 750 долларов ну, прикиньте, да, так на минуточку вот в общем, короче говоря мы вот так вот на этом и порешили она нам выписала лекарства причем она еще выписала зачем-то тоже непонятно ну так, just in case знаешь, как говорится просто на всякий случай она говорит, ну вдруг ей там вдруг она будет какую-то там боль испытывать я говорю, да какую она боль будет испытывать если она ее, в общем-то, и не испытывала ну там насикала, извините за выражение себе там, не на том месте и сидит на диване и вжимается в диван от того, что она понимает что я ее буду ругать за это никакой боли при этом нет но, не знаю вот, хоть какие-то деньги наверное, все-таки вот хоть за это тоже немножко ну, заплатить нам пришлось в общем, я сейчас вам покажу что нам выписали в конечном итоге и чем все это закончилось Бонни, скажи, всем привет да? в общем, все нормально сейчас я вам покажу лекарства которые выписали ну, в общем, вот лекарства которые нам выписали значит, это элементарный антибиотик двойной широкого спектра то есть, это микстура сейчас я вам покажу ну, как бы смешанный, да, антибиотик я просто, я все это учила я уже во всем этом более-менее разбираюсь поэтому, конечно, я потом когда домой мы приехали я почитала, ну, название да, посмотрела все и думаю, господи вот вот такой вот пузыречек тут уже смешанное само смешанное лекарство вот такой вот шприц вот здесь вот наклеечка сколько конкретно нужно, да набирать этого лекарства продолжим у меня, как всегда, села камера в общем, продолжим значит, и так, как я сказала лекарство само, да ну, разведенное сам антибиотик, да вот, как бы двойной как я уже показала так, ну, широкого спектра шприц, чтобы набирать, да само лекарство просто набираешь там, мальчик этот показал ну, как бы первую дозу, да говорит, давайте я вам покажу просто собаку держишь на руках ну, кто-то держит кто-то там в рот ей вливает это лекарство вот а вот это вот как раз-таки тоже лекарство которое, я не знаю зачем они нам выписали как я уже сказала типа обезболивающие это трамадол кто немножко знает да, тот знает это у нас в Америке как я уже рассказывала тоже, что все лекарства ну, вот такие как бы наркотической группы да, ну, как они-то это все называют у дракта они распределены на несколько групп то есть 5 групп получается вот трамадол по-моему или к 4-й или к 5-й вот видите я уже уже немножко забыла по-моему к 4-й группе вот относится вот трамадол ну, по по тяжести что ли, скажем так вот и прежде чем прежде чем нам дать ну, он попросил у меня мою ID то есть, да убедиться, что я там в соответствующем возрасте что мне можно дать это лекарство там я подписала документы ну, расписалась там в книге да, в какой-то что я там бла-бла-бла ну, короче в общем вы меня вы меня поняли да вот и вот еще выписали вот это вот лекарство ну, я это вот, как вы видите даже не открывала но нам и не надо было как я и сказала не знаю зачем они нам это выписали вот ну, естественно как все это понятно за каждую бутылочку за каждую баночку за то, что даже он его развел хотя я могла сама это все сделать дома прекрасно абсолютно без проблем за все это они тебе чаржат ну, как бы ты за все за это платишь там, за это там 10 долларов за это 15 за это 20 там плюс 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 в общем в общей сложности что итог подведем да в общей сложности вместо того чтобы заплатить 750 долларов это только начало да потому что потом если бы они сделали эти анализы как я уже сказала они бы назначили тоже какое-то лекарство в общем бла-бла-бла то есть там бы до 1000 бы точно дошло это я уверена на 100% так вот вместо того чтобы заплатить такие деньги мы заплатили за это 125 долларов то есть в это вошло осмотр врача само лекарство то, что вот они вот там я же говорю развели там бла-бла-бла вот 125 долларов в общем итоге мы заплатили за за посещение вот этого госпиталя и все это как бы все это сумма которой все закончилось значит в течение пяти дней тут даже осталось видите вот еще в течение пяти дней я ей давала два раза в день вот это лекарство и все и на этом все закончилось то есть собака себя стала прекрасно чувствовать во первых я вам скажу сразу у нее изменился стул я как бы прошу прощения за такие нюансы кому дальше не интересно выключайте сразу у нее изменилась консистенция ее стула и я так знаете даже где-то может быть сделала такой еще вывод что может как один из вариантов что никакие это были у нее не почки а что это может быть у нас как вы видели бекьяр довольно-таки большой и миллион растений всевозможных миллион-миллион всего и может быть я буду покаживать буду и может даже быть так что она где-то что-то просто хватануло может быть какого-то жука червяка так образно может какой-то пыльца от деревьев от пальм пальмы ядовитые оказывается для собак я знать этого не знала мне Олечка спасибо тебе подруга моя тоже мы с ней обсуждали эту тему она говорит ты посмотри открой и почитай какие ядовитые пальмы и сколько пальм и у вас полно этих пальм у нас даже некоторые пальмы я по-моему показывала в этом году слава богу нет были финики маленькие такие и она эти финики грызла в общем выводов сейчас можно сделать миллион всяких разных как бы и как ну надо единственное сейчас как бы да я вот очень слежу за тем что она делает где она ходит ну и конечно я посмотрела убрала все какие-то вот такие вот какие-то там непонятные эти как их господи плоды плоды от пальм да какие-то семена какие-то там финики какие-то есть там на некоторых пальмах просто такие какие-то непонятные как семечки такие висят в общем короче говоря мы все это посрезали все это мы поубирали все почистили и поэтому теперь я думаю что ну да это как одна из проблем как у нас как я так себе подозревала да сейчас я вам покажу уже корм который она ест ну вот так вот выглядит вот этот корм который мы заказываем вот написано видите что это как бы диетический что это intestinal это gastrointestinal это желудочно-кишечный да желудочно-кишечный тракт скажем так low fat это пониженная жирность вот такой вот корм опять же мы заказываем его на сайте они нам выписали рецепт то есть когда они нам его как бы выписали да вот я же как уже рассказала там на 2 по-моему недели то есть мы его купили у них потом я так себе посмотрела думаю зачем мы переплачивать будем если можно заказать этот корм мы пошли на сайт поискали посмотрели да можно заказать но нужно для него prescription рецепт вот рецепт нужен рецепт чтобы заказать даже на сайте нужно прислать им рецепт вот я поехала опять же в этот госпиталь взяла у них рецепт без второго слова они мне выписали ну они спросили а что зачем я им объяснила они говорят да пожалуйста конечно они выписали рецепт мы его выслали на этот сайт и теперь просто нам приходят с этого сайта постоянно вот коробки там по-моему по 20 что ли банок сразу не помню не важно вот приходят эти коробки то есть там автоматически да то есть они когда видят по по срокам уже должно заканчиваться они сами высылают тебе очень удобно очень классно вот так что с кормом вот тоже советую у кого такие проблемы вот так вот 2 минутки 2 минутки еще итога подведем не спешите выкидывать такие огромные деньги если это не какой-то там случай как я уже сказала да если это не действительно какой-то тяжелый случай и собака в принципе-то чувствует себя неплохо ну вот такие вот я не могу сказать что вас разводят на эти деньги это нельзя наверное сказать что это развод да со стороны госпиталя но в какой-то степени это развод и есть потому что ну она бы могла наверное мне сразу да зачем вам эти анализы давайте я вам выпишу лекарство да и все ну она же врач как же может врач выписать просто лекарство без ну не знаю от чего ты выписываешь это лекарство да ну как вы видите в конечном итоге так оно и получилось то есть мы обошлись без всех анализов нам выписали просто этот антибиотик мы его пропили и все прекрасно и замечательно и все ребят вы не поверите все стало на свои места никаких проблем то есть собака ходит на место собака ходит и на пеленку собака ходит на улицу все абсолютно стало на свои места да Буни ты себя хорошо чувствуешь да Буничка все все у нас хорошо спасибо еще раз всем кто переживал спасибо за советы которые давали но вот как бы рассказала вам эту историю именно ну как такой пример что ли показать и рассказать как как может случиться да да она со мной согласна как может случиться и как не нужно сразу впадать в панику и выкидывать такие сумасшедшие деньги да ты со мной согласна да да Буни все всем пока 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 чао какао все ребят пока пока Продолжение следует...